Кейлаура Бергалицы, более нам известный как ЛП, и правда всё как-то оживает, как сингли Рекавери. Вот, например, спустя неделю сейчас оживёт Александр Генерозов и шоу Weekend Star. Оживаю, оживаю, Макс, оживаю. Всё, Саш, привет тебе, счастливо, хорошего дня. Европа Плюс, радио номер один в России. Европа Плюс. В Москве пять вечера. Европа, Европа Плюс. Ток-шоу Weekend Star. Александр Генерозов и те, кто интересен вам. На Европе Плюс. Друзья, на Европе Плюс человек, с которым мы сегодня будем говорить о музыке. Но сегодня мы не будем столько даже любоваться светом звёзд, сколько мы постараемся осветить их мощным прожектором нашего внимания. Потому что у нас в гостях генеральный директор Universal Music Russia. Universal это крупнейшая в мире музыкальная компания. На Европе Плюс Дмитрий Коннов. Привет, Дима. И привет всем, всем, кто с нами сейчас. Добрый день. Всем здрасте. Привет. Между какими точками на карте, между какими городами, между какими событиями выловили мы тебя в этот воскресный погожий вечер по Москве, по крайней мере. Да, вечер у нас отличный. Завидуете все остальные регионы большой страны. У нас сегодня было плюс четыре. Но всё, судя по всему, станет как обычно. Всего лишь из Москвы в Москву, да. Но на следующей неделе улечу в Лондон как раз на церемонию Бритц. 20 февраля. Да, февраль, конечно, у нас удивительно музыкальный месяц. Впереди целый час, и мы обязательно спросим у Дмитрия Коннова, генерального директора Universal Music Russia, какая премия, уже прошедшая гремия или вот предстоящие Бритт Эвордс, интереснее для него. Узнаем, куда катится мировая музыкальная волна и заглянем в музыкальный лист ожидания нашего гостя. Всё это совсем скоро, ну а прямо сейчас Кэти Перри. Ники Минаж, свиш-свиш, на Европе Плюс. Ток-шоу. Уикенд Стар. Звёзды с доставкой на дом. На Европе Плюс. Продолжение следует... 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 Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу Weekend Star на Европе+. Мы слышим трек, голосуем за него в чартах, добавляем свои плейлисты, но нам видна лишь верхушка музыкального айсберга. Человек, которому видна вся структура шоу-бизнеса, генеральный директор Universal Music Russia Дмитрий Кононов на Европе+. Дим, ну вот смотри, для простого человека все термины... Музыкальный лейбл, продюсерский центр, музыкальная компания. В конце концов, это не так уж и важно, не так уж и понятно. Чем конкретно занимается компания Universal Music Russia? Компания Universal Music, в том числе и в стране, которая по-английски называется Russia, занимается тем, что инвестирует в артистов и сделает возможным появление новой музыки у вас сейчас в телефоне. Когда-то скачивали файл из iTunes, до этого когда-то CD, и по-прежнему существует винил. То есть мы некий посредник между теми звуками, которые вы слышите по радио, и, соответственно, теми звуками, которые вы можете коллекционировать любым удобным и интересным вам способом у себя дома, в телефоне, ну, собственно, дома, в телефоне и, не знаю, в машине. Получается, ваша компания может диктовать артисту, каким ему надо быть, и именно это будет определять. Вы диктуете музыкальные вкусы, да? Мы не диктуем, на самом деле, музыкальные вкусы. Времена диктовки, диктата и всех остальных прочих вещей, о которых много серий было снято, например, в известном мультсериале «Южный парк», но, правда, лет 15 назад, остались далеко в прошлом, потому что сейчас технология дошла до такого уровня, что талантливая, прекрасная музыка производится молодыми артистами дома. Если раньше для того, чтобы что-то записать и сделать так называемое демо, вам приходилось арендовать студию, деньги были достаточно большие, и отсюда возникал тот самый пресловутый диктат, толстые дядьки в очках рассказывали молодым артистам, где добавить барабанов и как заменить некрасивые слова на красивые, то сейчас чаще всего мы просто получаем совершенно неожиданный, красивый, может быть, нехорошо сделанный с точки зрения радийного качества, но абсолютно готовый хит, и поэтому наша задача только его, что называется, правильно упаковать и сделать так, чтобы вы потом его играли до просто потери пульса. То есть прикольно, у нас получается как раз-таки свобода, да, в каком-то смысле творчества. Другое дело, что свобода приводит к появлению той конкуренции, которая есть сейчас, потому что такого количества новой музыки, которая сейчас становится нам доступна в течение недели, никогда за историю человечества, а музыкальная индустрия существует чуть больше ста лет, с момента изобретения, собственно, первого устройства под названием патефон, которое позволял что-то записывать и что-то воспроизводить. Так вот, собственно, никогда за столетнюю историю музыки такого количества новой музыки не было. Собственно говоря, диктовать невозможно. Можно управлять и можно улучшать, но диктовать уже нет. И это, кстати, отлично. Выпуск музыки на материальных носителях, будь то CD, будь то винил, в конце концов, по сути, это часть уже мерча, часть вот этой сувенирки и не более того? В разных странах по-разному. Например, всего в двух часах лета от Москвы в Германии только в прошлом, в 2018 году количество продаж CD наконец-таки стало меньше, чем количество загрузок треков в iTunes и прослушивания музыки в стриминге. Консерваторы. Да, но представьте себе, что самый большой по-прежнему рынок CD — это Соединенные Штаты, а на втором месте — Япония, да, страны, которые для нас с вами ассоциируются скорее с техническим прогрессом, нежели чем с техническим регрессом. Ну, ты абсолютно прав. В первую очередь, конечно, в мерч превратились CD, потому что людям не очень интересно таскаться с CD. Есть на чем расписаться артисту. Да, да, да. Конечно, существует стабильный на протяжении уже пяти лет интерес русских меломанов, российских меломанов к винилу, но большей части винил — это, условно говоря, группа Queen. Моя любимая. Напомню, всем с нами сегодня генеральный директор Universal Music Russia Дмитрий Коннов. Сделаем паузу для отличной музыки и продолжим на Европе Плюс. Ток-шоу Weekend Star. Все, что вы хотели знать о звездах на Европе Плюс. Субтитры делал DimaTorzok 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 На Европе плюс. Продолжение следует. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше фидбэк? Все, что вы хотели знать о звездах ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ток-шоу We Can Start Александр Генерозов и те, кто интересен вам. На Европе плюс. Сто лет назад придумали первый электрический музыкальный инструмент. 50 лет где-то назад, так я почитал, Роберт Мук сделал первый синтезатор. А чем запомнится в музыке эпоха десятых-двадцатых годов нашего века, постараемся узнать у Дмитрия Коннова. Ведь он возглавляет российское деление Universal Music. Чем? Чем? Вот я думаю, хип-хопом, конечно, она запомнится. И тем, как он немножко отдавил пятки электронной танцевальной музыки и ДМ. Ну, на самом деле, я думаю, что запомнится он, в первую очередь, не доминированием того или иного музыкального стиля, а тем, что, наконец, после долгих лет поиска, музыкальная индустрия нашла волшебный кристалл. Самый удобный способ потребления музыки для каждого из присутствующих. Называется он, дорогие друзья, стриминг. Не будем рекламировать те стриминговые сервисы, которые доступны нам с вами. Их уже очень много. Не все находятся на российском рынке, поэтому какие-то еще должны прийти. Но, поверьте, это самый удобный способ потребления музыки, который я за свои 142 года жизни, собственно, сам пользовал. У вас больше ничего не должно быть. Не должно быть ни специального аппарата для воспроизведения звука, ни специального носителя для воспроизведения звука. Все в той коробочке, без которой наша жизнь уже невозможна, которая называется смартфон. Все у вас, что называется, под рукой. И плюс ко всему, конечно, система рекомендаций. Ну, в принципе, вы можете просто смотреть за хит-парадом Европы Плюс, находить эти треки и, собственно, дальше их с упоением прослушивать. Так что стриминг, для тех, кому это слово ни о чем не говорит, погуглите, попробуйте. Как сам может ни о чем не говорить? Да, ну нет, почему? Может быть. Попробуйте количество россиян, которые в прошлом году попробовала, не разочаровалась и по-прежнему пробует. Более 6 миллионов человек, это большая цифра. В 2017 году таких людей было чуть больше 2 миллионов. Так что стриминг идет по стране, и это прекрасно, замечательно, хорошо. Так что, скорее всего, именно эта штука является главным символом десятых годов 21 века музыкальной индустрии. А жанры и стили, конечно, будут меняться. Да, во всем мире сейчас доминирует локальный рэп и хип-хоп. Но посмотрим, что будет в этом году. Это же всегда самое интересное смотреть в будущее. Сплавится, наверное, электронка, сплавится вместе хип-хоп и еще с какими-то латинскими ритмами. Ну, вот вам все, Александр рассказал значительно лучше меня. Александр, конечно, вот еще эксперт. Нужны ли наши артисты вне России? В России, понятно, русскоязычные артисты востребованы. Стоит ли пытаться штурмовать мировую популярность? Бессмысленно давать совет артисту не штурмовать. Он все равно, или она хочет штурмовать и будет штурмовать. Не получается по одной простой причине. Артисту приходится делать очень сложный выбор. Я сейчас без тени сомнения. Корпоратив в Сургуте или встреча с провинциальным радиоведущим где-нибудь в Оклахоме. Первое дает возможность существовать, жить. Второе является необходимой частью промоушена артиста на бескрайних просторах Соединенных Штатов, как крупнейшего музыкального рынка. С неизвестным, естественно, результатом. С абсолютно неизвестным результатом. И поверьте мне, что провинциальная часть Соединенных Штатов, конечно, значительно более комфортабельна, чем провинциальная часть Российской Федерации, но не является пиком интереса любого нормального человека. Генеральный директор Universal Music России Дмитрий Коннов на Европе+. Ну, а прямо сейчас Харом Пассо. Все, что вы хотели знать о звездах. We can start на Европе+. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так что позиция одна, у меня такое ощущение, что я сменил три разные работы за это время. Вопрос состоит, на самом деле, в ваших собственных человеческих приоритетах, потому что, с одной стороны, это очень веселая, абсолютно работа, которая убивает какое-либо представление о том, что вы в возрасте. Нет, вы всегда должны быть минимум на 10 лет младше ментально, чем вам у вас написано в паспорте, а лучше на 15. Но при этом, в общем, вы не должны заигрываться в бирюльки. И, с другой стороны, понимать, что это бизнес. Я пытался как-то уйти в какую-то серьезную историю. Был у меня такой период костюма. Выходил я три месяца в костюме. До сих пор они висят. Они просто сейчас уже, конечно, на меня и не наладят. Но, с другой стороны, это просто по причине того, что у каждого из нас своя собственная история. Мне нравится быть человеком ответственным и при этом, соответственно, самому решать, какой у меня дресс-код. Так, один критерий я услышал. Ответственность. В музыке надо разбираться, и заходя в музыкальные компании, или это тоже, может быть, не самое главное? По факту, если ты уже попал в компанию, там научат тебя разбираться в профильной музыке. Я не знаю ни одного человека, который бы работал в музыкальной компании сознательно и которому мне нравилась музыка. Поэтому здесь вопрос именно в том, что нравится музыка слушай дома. Это старый радийный принцип, который в нашей компании в том числе работает, но не приходить в восторг от нового какого-то трека, известного или неизвестного артиста. Как только вам это становится неинтересно, стоит задуматься о каком-то профессиональном выгорании и куда-нибудь уехать на полгодика. Напомню всем, с нами сегодня генеральный директор Universal Music России Дмитрий Коннов. Корона у него пока не растет. Скоро продолжим. Стоит послушать на Европе+. Вы знаете, какой он? Умный родитель. Расскажите всем. Европа плюс и умное лекарство от простуды циклоферон запускают проект «Умный родитель». От вас история в социальных сетях с хэштегом «Циклоферон умный родитель». От нас призы каждый день. И автору лучшей истории путешествия в Италию для всей семьи. Подробности на сайте Европы+. Циклоферон в таблетках. Умное лекарство для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ. Блокирует активность вирусов и снижает риск развития осложнений. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Есть пределы, которых не достичь одному. И здесь главное взять правильный старт. Теперь ты сам выбираешь комфортные условия по кредиту с низким ежемесячным платежом. Стартуй на Hyundai.RF. Hyundai. Пауза в Комбанк. Предложение ограничено действительно до 28 февраля 2019 года. Не оферта. Нет романтичнее истории на свете, чем встреча пекаря с моделью в туалете. Часто бывает это. Романтическая комедия. Пекарь и красавица. С 18 февраля в 20.00. Премьера на СТС. Для зрителей старше 16 лет. Просыпаться классно с «Бригадой У». А вот засыпать и высыпаться лучше с «Икеа». Компания «Икеа» и «Европа Плюс» запускает конкурс с 18 по 22 февраля. Слушайте «Бригаду У» и выигрывайте путешествие Москва-Санкт-Петербург в необычном спальном вагоне «Икеа». Гарантируем, вы приятно удивитесь и отлично выспитесь. А если хотите высыпаться каждый день, подбирайте товары для сна, подходящие именно вам в магазинах «Икеа». «Икеа». Лучше спите. Подробности на «Икеа.ру» 12+. «Европа Плюс». Больше хитов. Больше музыки. «Икеа». «Икеа». Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok